Монитор. Что тут сложного? Выбрал диагональ, разрешение, посмотрел, что по IPS там был и купил. Это легко. Так-то да, но технологии не стоят на месте, и новые проблемы требуют новых мифов, легенд и прочих сказок компьютерных народов. О них мы сегодня и поговорим, а заодно поможем определиться с выбором. К концу ролика в своем познании вы настолько преисполнитесь, что будете видеть 25 кадр, HDR контент, а задержка в 6 миллисекунд для вас не будет проблемой. На связи МК, это мифы о мониторах. Но для начала интеграция. Партнером этого ролика является криптобиржа Currency.com, деятельность компании-оператора которой полностью регулируется. Потуги Банка России по запрету криптовалют не нашли поддержки, поэтому если вы решили инвестировать в криптовалюты, можно пока расслабиться. Но не стоит забывать, что делать это нужно на проверенных торговых платформах. Если вы новичок, на сайте Currency.com есть отдельный обучающий раздел с полезными материалами, а также активные YouTube и Telegram каналы. На криптоплатформе есть возможность торговли на демо-аккаунте, который поможет вам разобраться, что к чему. Currency.com имеет одни из самых низких комиссий, а клиенты из Сбербанка России могут дополнительно сэкономить. При этом на криптобирже предлагается для инвестиций и трейдинга не только криптовалюты, такие как Биткоин, Этериум и Рипл, но и токенизированные акции, облигации и фьючерсы в токенизированной форме. Криптобиржа работает как на веб-приложении, так и на смартфонах. Регистрируйся по ссылке в описании, прими участие в рекламной акции, пригласи друга и вы оба получите бонус. Для того, чтобы получить подарок в виде криптовалюты на свой аккаунт, нужно перейти по моей ссылке в описании или в комментариях под этим видео, пройти регистрацию и верификацию аккаунта и совершить одну сделку на криптоплатформе. Поделитесь своей реферальной ссылкой с друзьями и подождите, пока они зарегистрируют, пройдут верификацию и совершат хотя бы одну операцию на криптоплатформе в течение 30 дней с момента регистрации. Ссылка на Currency.com в описании. Миф номер один. Человеческий глаз не видит больше 24 кадров. Но вы поняли, этот миф стар как сокет LGA775 и такой же вечный как GTX 1060. Всем его приверженцам рекомендую выставить в настройках монитора 24 Гц, на крайний случай 30. Ну как вам? Нравится? Плавность куда-то пропала. То-то же. А разгадка тут проста. 24 кадра действительно хватает для плавности при съемке на пленку, так как в таком случае каждый кадр оказывается слегка размытым и содержащим частично предыдущий. Из-за этого получается плавный переход между кадрами и 24 штуки в секунду хватает для превращения слайд-шоу в фильм. Но вот в случае с компьютерами каждый кадр четкий и не зависящий от предыдущих. Скриншоты это подтверждают. Можете сфоткать экран и над вами будут шутить в интернете. Поэтому вывод 24 таких кадров совершенно не хватает для ощущения плавности для дискретных кадров. Она начинается где-то от 50-60 Гц. Именно поэтому даже самые простые мониторы идут именно с такой герцовкой. Но это минимальный порог плавности. Подавляющее большинство людей способны без всяких приборов уловить разницу между 60 и 120 Гц. Дальше уже выборочно. Кто-то и 120 от 240 отличит, а есть те, кому и 360 Гц. Подавай. Для них даже мониторы такие выпустили. Помогает ли высокая частота монитора в играх? Да, если видеокарта способна отрисовать столько же FPS. Вау, секрет 60 кадров раскрыт. Все дело в том, что быстрые матрицы снижают задержку между происходящим на экране и вашей реакцией на это, что, разумеется, помогает в шутерах. Тесты Nvidia показывают, что переход с 60 до 120 Гц увеличивает количество фликшотов быстрых выстрелов на 28%, что достаточно существенно. А вот расти дальше по герцовке имеет смысл разве что киберспортсменам. Переход на 240 Гц добавит лишь 5% попаданий, а на 360 Гц еще 4, что уже незначительно для большинства геймеров. Поэтому нет смысла брать мониторы с герцовкой выше 100-165 Гц. Такую частоту кадров могут обеспечить не все видеокарты, да и ценники на 360-герцовые матрицы далеки от разумных. Миф номер два. ТН-матрицы устарели. О них стоит забыть в 2022 году. Что ж, этот миф верен, но лишь частично. Да, если мы берем дешевые ноутбуки или мониторы, то там до сих пор нередко можно встретить HD-матрицы чуть ли не из нулевых, созданные именно по этой технологии. Стоят они, разумеется, недорого, и поэтому производители с радостью пихают их во всякий ширпотреб. А вот пользователи после этого плачут кровавыми слезами, ибо говорить про сколько-нибудь нормальную яркость и углы обзора просто не приходится. Цвета, о чем вы, если вместо ярко-зеленого будет салатовый, вам еще повезло. Конечно, брать такие мониторы сейчас не стоит. Все-таки IPS-матрицы в последние годы ощутимо подешевели, но все же есть один сегмент рынка, где до сих пор ТН чувствует себя вольготно и даже не думает сдаваться. Речь о недорогих игровых мониторах с частотой 120-144 Гц. Обеспечить такую частоту обновления могут как IPS, так и ТН-матрицы, но последние очевидно дешевле. Более того, они быстрее. Их задержка около одной маркетинговой миллисекунды против 4-5 у IPS, что добавит четкости картинки. Да и сами такие ТН-матрицы вполне себе качественные. Да, углов обзора, как у IPS, не будет. Но при обычном использовании проблем нет. Яркость, они имеют около 250-300 кандел на квадратный метр. Опять же, на уровне IPS-решений, пожалуй, самый серьезный их минус — далеко не лучшая цветопередача. Но в играх проблем они не создают. Это ж игры. Как итог, если вам очень хочется попробовать 144 Гц, но не хочется тратить на это много денег — мониторы с ТН — ваш выбор. Их получится найти всего за 12-14 тысяч рублей. И это при том, что аналогичный IPS вам встанет минимум на 20% дороже. Так что еще рано списывать ТН со счетов. Он еще дышит. Миф номер три. HDR-маркетинг. Давным-давно, когда мониторы были пузатыми, 640 кБ памяти хватало всем, пользователи радовались, если можно вывести хотя бы 4 цвета. Потом научились выводить 16, 256 и даже 65 тысяч цветов. Прогресс резко остановился на 16 миллионов оттенков красивого. Причина в этом проста — такого количества цветов вполне хватает, чтобы достаточно достоверно передать картинку мира на экране монитора. Но на деле такой SDR-контент, контент стандартного качества, охватывает лишь около трети всех цветов, которые мы можем увидеть. И, разумеется, появилось желание идти дальше. Так и родилось понятие HDR. В случае с HDR мы получаем уже больше 1 миллиарда оттенков красивого, что находится на уровне 75% от возможностей наших глаз. Да, сейчас вы видите разницу между HDR и SDR на своих экранах без HDR. Случается магия у вас на глазах. Более того, вводятся ограничения на яркость. Матрицы тусклее 400 кандел на квадратный метр — это большинство дешевых решений — идут лесом. HDR — этакий гарант качества. Покупая монитор с HDR, вы сразу получаете решение высокого уровня, которое может выдавать яркую цветастую картинку. Но есть одна серьезная проблема. Большая часть видео и роликов на YouTube до сих пор снимаются в SDR, и HDR даже нередко выводят в название. И многие думают, что с играми ситуация аналогичная и смысла переплачивать за HDR-монитор нет. И тут они сильно ошибаются. Огромное количество игр за последние пять лет нативно поддерживают HDR — это и последний бог войны, и Deadloop, и Forza Horizon, и переиздание Mass Effect. В общем, их наберется больше тысячи. Поэтому, если есть возможность взять монитор с HDR — это имеет смысл сделать, чтобы порадовать себя еще более крутой и качественной картинкой. Четвертый миф — FreeSync и G-Sync — маркетинг. Наши деды без них играли — и мы сможем. 20 лет назад, когда, если игра просто запускалась, то уже считалась играбельной, а про всякие FPS и тем более 1% и 0.1 FPS low — никто слыхом не слыхивал — такие проблемы, как разрыв кадров, вообще никого не интересовали. Но времена идут, и сейчас уже стабильные 30 FPS устраивают далеко не всех, и различные артефакты картинки воспринимаются крайне негативно. Откуда вообще берутся разрывы кадров? Все просто — если у монитора статичные 60 Гц, то любой FPS в игре, отличный от 60, приводит к тому, что на мониторе одновременно отображаются сразу два кадра. Как с этим бороться? Самый простой способ включения вертикальной синхронизации. Если FPS был выше 60, то никаких проблем нет — будут выводиться строго 60 кадров в секунду. Видеокарта будет несколько простаивать, а картинка на мониторе будет идеальной. Но что происходит, если FPS в игре ниже 60? Все плохо. Чтобы подогнать под 60 Гц, некоторые кадры будут оставаться на экране дольше нужного. Как итог — привет неприятным задержкам и желейному управлению. И еще хуже — если FPS сильно прыгает и может быть как больше 60, что воспринимается плавно, так и меньше. Привет, желе! Поэтому были придуманы технологии синхронизации герцовки монитора и количество кадров в секунду. То есть монитор подстраивает свою частоту обновления так, чтобы каждый момент на экране был только один кадр. Так и никаких разрывов нет и задержек тоже. Идеальное решение, но есть парочка «но». Во-первых, нужно понимать, что такая синхронизация герцовки и FPS работает только в определенном диапазоне, и у каждого монитора он свой. Лучше всего здесь ситуация с G-Sync — Nvidia строго относится к тестированию мониторов, к тому же в этом случае за синхронизацию отвечает специальный чип. Поэтому, если вы видите монитор с G-Sync, знайте, что вы точно получите плавную картинку от 30 до максимально заявленного количества герц. Но только на видеокартах Nvidia. Решения AMD не поддерживаются ни в каком виде. В случае с FreeSync — все наоборот. Поддерживаются большинство видеокарт AMD за последние 10 лет, а вот решения Nvidia — только начиная с GTX 1000 серии. К тому же Nvidia называет эту технологию G-Sync Compatible. Знаете, это одно и то же, что и FreeSync. И так как в данном случае никакого специального чипа в мониторе нет и синхронизация идет силами видеокарты, производители мониторов разбежались кто в лес, кто под рова. Так что перед покупкой монитора с FreeSync обязательно выясните, какой у него диапазон синхронизации. Сайт для этого я оставлю в описании. В противном случае можно нарваться на решения, у которых синхронизация начинается аж с 90 Гц. Далеко не все видеокарты способны вывести стабильно больше FPS в современных играх. Даже в FullHD с хорошими настройками графики. Пятый миф. Опять же, узкие мониторы, маркетинг — 16 на 9 хватит всем. Эта из оперы Windows 11 не нужна. Windows 10 — лучшая система, причем, говорят это те, кто пару лет назад писал, что десятка ужасна и ничего лучше семерки нет. В случае с мониторами их узкость идет лишь на пользу восприятия контента, ибо наше зрение устроено так, что по горизонтали мы видим больше, чем по вертикали. И этому есть простое объяснение. Когда наши предки бегали голожопыми по саванне, они явно не боялись, что из-под земли неожиданно вырвется огромный червь, как из фильма «Дрожь земли» и утащит их, или с неба спикирует птеродактиль, а вот подкравшийся сбоку тигр действительно напрягал. И вот раз у нас и у наших предков враги были горизонтальными, в эту же сторону прокачалось и наше зрение. Поэтому у вас нет никаких проблем с работой на узких мониторах с соотношением сторон 21 к 9 и выше. Это наоборот больше удобно и можно вывести два полноценных окна рядом. Даже фильмы, которые вы смотрите в кинотеатрах, сняты в соотношении 2.35 к 1, что то же самое, что 21 к 9. Так что смотреть кино на таких мониторах получится без черных полос. А что насчет игр? В новинках такой проблемы, разумеется, нет. Поиграть в расширенный киберпанк можно без проблем. Да и многие старые игры, такие как Half-Life 2, поддерживают ультраширокие разрешения из коробки. Ну а для игр конца нулевых и начала десятых, особенно популярных, обычно есть пользовательские фиксы для ультравайт. Так что тут тоже серьезных проблем не будет. Шестой миф — 4К мониторы не нужны. К такому выводу чаще всего приходят, когда смотрят тесты топовых видеокарт в таком разрешении. Не, ну куда это годится, в Dying Light 2 даже на RTX 3090 с трассировкой в 4К комфортно не поиграешь. А вот в 2К и тем более Full HD таких проблем нет. Оно и понятно, количество пикселей в разы меньше, что резко снижает нагрузку на GPU. Да и к тому же глаз не видит разницы в 2К и 4К на тех же 27 дюймах. Зачем тогда переплачивать? На деле это, конечно, не совсем так. 2560 на 1440 даст на 27 дюймах лишь около 110 ppi. Вспомните современные смартфоны, где этот показатель будет раза в 3-4 выше. Конечно, мониторы стоят дальше, чем мы держим в руках смартфон, но все еще такого показателя плотности пикселей не хватает — мелкий текст, как и мелкие элементы в играх оказываются слегка рыхлыми. А вот 3840 на 2160 при тех же 27 дюймах дадут уже больше 160 ppi. Это больше, чем у 15-дюймовых ноутбуков с Full HD матрицами. И с такой плотностью пикселей тексты и элементы интерфейса становятся гораздо четче. Так что тут уже выбор за вами. Если вы хотите полюбоваться красотами в неспешном Ведьмаке, то, разумеется, в 4К есть смысл. Ну а если вы больше играете в быстрые шутеры, где FPS решает, увы, все же лучше опуститься к 2К или Full HD, где нагрузка на видеокарту ощутимо меньше. Миф номер семь. Flickr Flee и iCare — очень полезные и нужные технологии. Разумеется, маркетологи добрались и до мониторов. В современном мире куда же без них. Можно часто встретить в описании мониторов надпись в стиле «Скажи нет мерцанию», «Синий цвет зло, и мы с ним боремся, но давайте разберемся». Самый простой способ реализации градации яркости подсветки — это мерцание. Есть другие способы, где, например, изменяется рабочее напряжение, и мерцания нет, и такие мониторы гордо называются Flickr Free. Но так ли плохо мерцание? Зависит, разумеется, от частоты этого мерцания. Несколько десятков Гц заметны невооруженным глазом и быстро приведут к усталости и головной боли. Несколько сотен Гц заметить получится разве что быстро жонглируя карандашом перед каким-нибудь источником света, но все еще это мерцание может иметь негативный эффект для человека. Ну а если мы переходим в диапазон несколько тысяч или даже десятков тысяч Гц, то такое мерцание получится заметить разве что с помощью осциллографа и специальной быстрой камеры. Никакого негативного эффекта для глаз оно не несет — наше зрение достаточно инертно, чтобы просто его не замечать. Собственно, именно поэтому многие бренды, даже такие известные как Apple, используют матрицы с мерцанием, но на очень высоких частотах. Например, у новых MacBook экран мерцает аж 15 000 Гц. Даже у чувствительных к мерцанию людей проблем это не вызывает. Но с маркетинговой точки зрения такой дисплей не является flicker-free, что еще раз говорит о том, что не нужно сразу отбрасывать из рассмотрения мониторы без этого лейбла. Еще одна технология такого рода — это компенсация синего или же ночной режим. Идея тут проста. Британские ученые решили, что уходящие в синие экраны современных гаджетов, в которые мы втыкаем перед сном, мешают нам уснуть. И так как отказываться от сериальщика или видосиков с тиктока перед сном мы не хотим, было придумано решение — а давайте введем возможность понизить точку белого и тем самым избавиться от ужасного синего, сделав дисплей теплее. Это поддержали все. Такая функция в программном виде есть и в iOS, и в Android, и в Windows 10, и в macOS. Она же в аппаратном виде есть в достаточном количестве мониторов, и некоторые производители выдают это как защиту, глаз и серьезный плюс. А на деле… На деле все как обычно. Более тщательные исследования показали, что засыпать мешает не синий, а просто яркий свет. Так что нет больше смысла смотреть в желтый экран по ночам. Просто снести яркость — это окажет куда лучший эффект на засыпание. Миф номер восемь. Игровой монитор с задержкой в пять миллисекунд — это ужас. Должна быть одна миллисекунда и не наносекундой больше. Не думаю, что вы удивитесь, если скажу, что маркетологи и тут поработали. Наверное, многие замечали, что при перемещении быстрого объекта по экрану за ним тянется шлейф. Для этого достаточно повозить окно проводника по темному фону. Круто! Но что это за задержка? Есть GTG между двумя оттенками серого, есть BTW — переход от черного к белому. В случае с LCD-матрицами скорость перехода пикселя от одного цвета к другому зависит от приложенного к нему напряжения. Поэтому чем больше разница между цветами, тем быстрее переход. Поэтому задержка BTW будет меньше, чем GTG. Вот и получается, что на деле маркетинговые одна и даже пол миллисекунды в реальности превращаются в 3-5 миллисекунд и на данный момент вообще нет мониторов, имеющих задержку меньше одной миллисекунды. Хотя, надо сказать, что это особо не важно. Например, при 144 Гц на один кадр должно тратиться около 6-7 миллисекунд, и найти монитор с меньшей задержкой не составит проблем. Но огнаться за маркетинговой миллисекундой точно не стоит. Фух! Надеюсь, вы приисполнились и теперь знаете все, что нужно о мониторах. Если понравилось, вы знаете, что делать. Если есть что добавить, пишите в комментариях. Также я разыгрываю в инстаграм вот эти вот гаджеты. Здесь у нас кабеля с подсветочки и вот такой SSD от XPG на 512 гигабайт. Переходите, ссылочка на мой инстаграм в описании. Нужно подписаться всего лишь и лайкнуть пост с фотографиями вот этих гаджетов. В описании будет ссылочка на наше сообщество ВКонтакте. Переходите, подписывайтесь, если используете эту соцсеть. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Все в описании. Еще увидимся. Пока!